И сегодня у нас игрок ЦСКА, форвард сборной России, Семен Саймон Антонов. Привет, Семен. Привет, ребят, привет, привет. Как вы? Рад вас видеть, слышать, готов отвечать на ваши вопросы. Семен, прежде всего, где ты находишься, где ты проводишь этот карантин? Я нахожусь, в принципе, в Москве, в районе Новогорска. Я снял загородный дом. И вот здесь мы уже с семьей, с родителями, супруги. Мы здесь уже полтора месяца, получается, наверное, 5 апреля где-то живем. И еще до конца мая и июня здесь проведем, потому что в квартире уже было тяжеловато. Хорошо появилась возможность, мы сюда переехали. Есть ли там у тебя возможность хорошенечко тренироваться? Как поддерживаешь форму? Наши тренера по ОПП присылают различные программы, чтобы я им показал, какой инвентарь у меня есть. И из этого они пытаются ставить мне программу. Тут отличный вопрос как раз тебе задает Борис. Что подтолкнуло к такому образу жизни? Или кто? Белов? Может быть, Базаревич? Нет, на самом деле я просто, у меня не такая хорошая борода, как у Никиты Курбанова, да, или прочее. То есть у меня такая, она с клочками растет. Я просто решил побаловаться, сбрил все это и смыл усы и думаю, ну ладно, похожу, попробую. Как долго ты планируешь их носить? До конца карантина или теперь уже все? Это твой имидж? Нет, 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 ни в коем случае это не мой имидж, нет. Как только закончится карантин, я обязательно все это сбрею и подстригусь, и все будет отлично. Это так пока, чтобы развлекать, раздражать близких по дому, потому что супруге не очень нравятся мои усы, она меня заставляет брить. Но я пока наслаждаюсь этим моментом. Фотографии сделаны из Волгограда, мы были там на сборах, и после вот этих сборов я, кстати, первый раз забил сверху сразу, причем в игре, то есть ни на тренировке до этого не пробовал. Мы приехали, так получилось, что в Волгограде на первую неделю сборов я сломал указательный палец, и оставшиеся две недели я посвящал бегу, прыжкам и прочим различным мероприятиям. И когда мы вернулись в Нижневарковск, мы поехали на товарищескую игру в Сургут, мне как раз сняли гипс, и так получилось, что я убегал в отрыв, и просто прыгнул, и получилось, что я забил. Я, честно, сам не ожидал от себя. Кто такой Кай Метов? Кай Метов, ой, это хорошее, это надо спросить у наших ребят молодых, которые тренируют с нами, Саша Хоменко, Андрей Лопатин, потому что они не знают, кто такой Кай Метов, мы им рассказывали, что это был раньше такой баскетболист, играл в Уфе, и он играл в основном на позиции номер два, но ребята нам поверили, конечно, но потом им пришлось сказать, чтобы они погуглили, посмотрели, что это за позиция номер два, и за какую команду играл господин Кай Метов, но это к разговору о том, что у нас с ребятами, в принципе, небольшая разница в возрасте, с Андреем Лопатином буквально 9 лет, но что люди уже не знают то, что было популярно давно, как в нашем детстве, когда родители слушали, то есть у нас, понятно, тоже по радио на магнитофоне играл Кай Метов и прочие господа. Некто Андрей Лопатин пишет нам, привет, кто такой Тифест? Тифест, ну Андрей, он думает, что я совсем динозавр, я же сам предлагал ему эту рубрику, где мы спрашиваем у молодых ребят какие-то истории, там, ранних лет артистов, фильмов и прочего, вот, это исполнитель, да, «Газголдер», у меня даже какая-то песня в iTunes я скачивал, так что, Андрей, ты меня не удивил, я потом Андрею напишу в WhatsApp, поругаю, что это очень легкий вопрос был для меня. Тут тебе даже стихи пишет, черменный ЕД пишет, передавай привет во Владикавказ и ждем по БКЦСК у нас. Как здорово, да, нет, конечно, если будет команда, и, конечно, с удовольствием приедем, тем более я не был ни разу во Владикавказе. Дмитрий тебя спрашивает, Николай Валуев раньше играл в баскетбол, а кто выиграет в матче 1 на 1, Валуев или Антон? В каком матче, в баскетбольном или в спарринг в ринге, вот. Ну, давай в обоих. Да нет, ну-ка, конечно, мне кажется, ну, выберу я, вот, именно я в игре в баскетбол, то есть, понятно, в боксе Николай меня просто размажет, да и вообще любого, я думаю, что профессионально этим не занимался. Матвей Антонов, твой сын, уже приступил к тренировкам в баскетболе, скажи, пожалуйста, и отдашь ли ты дочку Дарью в баскетбол? Матвей занимается, он занимается уже второй год в спортивной школе ЦСКА, то есть, которая базируется в УСКА ЦСКА, ему очень нравится, вот, я очень рад, что ему нравится, он знает всех игроков. А дочку мы с супругой на этот счет сражаемся, так как Лида бывшая баскетболистка, она, конечно, хочет Дашу отдать в баскетбол, я все-таки настаиваю на волейболе, вот, Дашенька пока просто наслаждается садиком, вот, и болеет за папу на играх. Семен, тебе спасибо огромное, я поблагодарю тебя и отдельно твои УСЫ, что были сегодня с нами, это круто. Спасибо, приглашайте в следующий раз, когда мои УСЫ, они тоже с удовольствием с вами поболтают. Вот, уважаемые болельщики, берегите себя, своих близких, вот, уверен, что баскетбол скоро вернется, самое главное, здоровье, потерпите, потерпите чуть-чуть, мы так же, как и вы, скучаем по нашей игре, вот, но здоровье самое важное, вот, и искренне ваш, Саймон. Что, мы в эфире еще, ребята, или что вообще, все? А, все, можно выходить, да, отсюда? Все, сколько у нас там просмотров, сколько нас онлайн смотрело? Много? Главное, лопату обойти. 180 тысяч просмотров, что-нибудь. Ладно, все, давайте. Продолжение следует...